Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня спешу вас порадовать очередным креативом. Вот такой блузон у меня получился в таком позитивно оранжевом цвете. Модный цвет этого сезона, институт Пантон назвал его цвет оранжевого апельсина. Вот захотелось себя наполнить вот этим солнечным цветом, таким жизнеутверждающим, ярким, сочным, праздничным цветом. И вот под этот цвет, под эту идею родилась такая вещь, асимметричный креативный блузон. Вот вы видите его на мне, это вид спереди, вот вид сзади, вот такая блузочка в стиле Боха. В нем, опять же, все очень просто, буквально в обед он у меня придумался, а вечером я уже пришла домой в такой обновке. Ну и сейчас спешу вас познакомить со всеми нюансами этого чудесного блузона. Настолько он оригинальный, классный, простой. Он может быть выполнен как в таком жизнеутверждающем цвете модном, так и в более приглушенных тонах, пастельных тонах, в любом цвете, который вам нравится, который вы себе подберете. На этот блузон необходим метр трикотажа. Все, опять же, просто, экономно, легко и непринужденно, но в то же время оригинально. Вот такая обновка, я сюда ввела пояс, пояс-петля, у меня на боку, вот вы видите, перед идет на спинку заход, запах, пришивается часть пояса, и другая часть проходит по спине и выходит через петлю. Вот такой элемент пояса у меня вот здесь появился, по переду. Спинка моя, она отходит в свободном, в свободном полете, красивость не спадает. Рукавчик здесь зафиксирован, он нигде меня не ограничивает, то есть мне удобно, учитывая, что для этой модели необходим трикотаж, поэтому здесь у меня свобода, комфортно, нигде меня ничего не зажимает. Моя блуза получилась такая очень стильная, оригинальная, я уже сегодня получала комплименты, ну, хочется сказать, что она корректирует особенности фигуры, прикрывает наши пикантные ушки, крылышки и все, что нужно прикрыть. Главный момент, это я вам покажу, как эту блузку можно увеличивать в размере, это также очень просто. Вот такой блузон очаровательный в стиле Боха. Здесь немного нюансов по узлам, по поясу, а также есть нюанс драпировка на плече, которая может быть, а может и не быть. Я этот узелочек заметала на сметочке, чтобы вам его подробно рассказать на столе, вот мы сейчас с вами все подробно рассмотрим. Дорогие друзья, вы видели блузу на мне на обзоре, а сейчас я ее разложила на столе, и уже прорисовывается ее конструкция. Вот, я говорила, мое плечо с драпировкой, это вот рукав один, а вот рукав другой со швом, и горловина. Сейчас я раскрою драпировку, и вы поймете, вот я выдернула наметку, и вот сразу станет все понятно. Проходит долевая, и сгиб подолевой, здесь ширина ткани 1,5 метра, в сгибе 75 сантиметров, а длина конкретно этого размера 92 сантиметра, это в крое, я сделала подворот на распошивалку 3 сантиметра, и шов предусмотрен на оверлок, он проходит по плечу нашего рукава, значит, вы видите, здесь, в общем-то, просто прямоугольник, со сгибом, я отрезала участок ткани, сделала надсечку для нашего рукава и бока, вот здесь у меня бок, к которому пришивается пояс, вот у меня два края пояса, эта часть проходит по спине, по телу, и выходит в петельку, то есть она проходит внутри, внутри, вот я вставляю петлю, и отсюда у меня вот моя завязка, то есть здесь, соответственно, трикотаж не виден, вот так, а это перфорированная замша, я ее использовала для пояса, я край порезала на бахрому, участок у меня зашит, и пришит к краю моего бока, предварительно я обработала распошивалкой, блузочку, это было просто, потому что здесь по прямой, вот по сгибу, прошлась распошивалкой, и вот место входа рукава у меня перестрочено, а здесь оно все вот в раскрытом, в свободном виде, в свободном полете сниспадает, вот интересно вам будет, как же я обработала петлю, я заготовила, загладила замшу, два кусочка, между собой их шила, чтобы было все аккуратно, не разорвалось со временем, все это подвернула и настрочила на трикотаж, определила место этой петли, ну и потом настрочила по краю и здесь вот по размеру моей петли, и вот вы видите, с этой стороны, вот как обработана моя петля, здесь проходит по краю одна строчка и по разрезу две строчки, все это держится плотно, зафиксировано, нигде ничего не разорвется, вся нагрузка функциональная на замш, я сделала подрез по моему сгибу, это зона горловины, и я не стала обрезать и обрабатывать край, потому что трикотаж не пускает стрелки, не заворачивается сильно, как бывает, ну так немножечко идет за воротик, но мне захотелось, чтобы эта горловина была естественным подворотом, вот здесь он выходит на оверлочок, на строчку с одной стороны, а с другой стороны у меня перекрывается моими складками, причем одна складка я ее буду пришивать таким образом, чтобы она выходила не в край, а вот выходила на разрез где-то на сантиметр, то есть так, чтобы наш подрез зашел на сантиметр под складу, свои меточки, вот так это первая складочка будет зафиксирована, и вторая складка, вот она у меня, вот здесь на плечике, две складки предусмотрены, изнутри будут зашиты, или по верху, вот изнутри, вот все это мягенько, аккуратненько, у меня первоначально была идея сделать такой замшевый пад, но потом я поняла, что достаточно одной петли и вот такого контрастного замшевого пояса, но в принципе, в принципе, можно и без драпировки на плече, то есть немного перефразировать вот этот бут, то есть, чтобы у нас был рукав одной длины, вот тогда не нужно делать здесь драпировку, сейчас для того, чтобы зафиксировать весь этот материал, мы с вами сделаем схему, я нарисую схему на бумаге, это прямоугольник, ширина со сгибом 75 сантиметров, а длина 92 сантиметра, здесь я сделала надрез 26 сантиметров, это мой бок и мой рукав, для того, чтобы это все обработалось нормально, я вырезала вот такую петельку, вот здесь вот 3 сантиметра, я подрезала так, чтобы мне было удобно пройтись распошивалкой и аккуратно обработать все оверлоком, так, это бок, это мой рукав, низ рукава и низ изделия, так, вот здесь у меня зашит участок, мой второй рукав, он имеет ширину, вот здесь 23 сантиметра и, соответственно, с этой стороны 23 сантиметра, понятно, два рукава, низ изделия и плечи, переходящие в рукава, это у меня сгиб, здесь я сделала подрез длиной 24 сантиметра, а с этой стороны 16 сантиметров, это моя горловина и уголочки я не срезала, я их просто завернула, с этой стороны предусмотрена драпировка, лично для меня драпировка интереснее, чем просто без нее, так как модель асимметричная, то эта драпировка здесь напрашивается, первая склада у меня 7 сантиметров, потом полтора, и следующая 4 с половиной, еще один размер, это размер левого рукава 59 сантиметров, это от горловины до низа рукава, теперь осталось привязать мою петлю, петелька находится на расстоянии от сгиба 33 сантиметра, а с этой стороны от низа 37 с половиной сантиметра, и под углом 45 градусов, вот 45 градусов, здесь у меня 37 с половиной сантиметров, это верх петли, а с этой стороны 32 с половиной сантиметра, конкретно моя блуза на 54 размер, как мы можем изменить размер, изменить размер в большую сторону, это соответственно добавить вот в эту сторону нужное количество сантиметров, то есть чтобы у вас не зажималось под рукой, не затягивалось, здесь мне понадобилось 92 сантиметра, а вы соответственно вот в сторону метра можете добавлять пропорционально, можно взять больше, а потом эту точку, вот линию реза, опять же на себе, не разрезая, а проложить булавочки, и посмотреть вот эту высоту, не затянула ли эта вся конструкция, ваш объем, поэтому эта линия реза эмпирическим путем, то есть я подрезала вот горловину свою с этой стороны и соответственно у меня длина рукава, длина низа, а вот эту точку я уже это все на себя набросила и смотрела, в каком месте мне нужно, это очень важно, не ошибиться, чтобы прорезать, и оно было свободно, и легкость не спадала, вот мой бок, вот здесь от верха 5 сантиметров вниз, и на ширину 5 сантиметров, вот в этом месте, на двух половинках пришивается пояс, в этом участке 5 сантиметров, и 5 сантиметров, от вершинки, от 26 сантиметров нашего надреза, вниз на дну часть бока, она у меня вот здесь не сшивается, потому что здесь происходит запах на боку, один пояс пошел по спине, по талии, а второй сверху, вот тут вот, через петлю он прошел, и здесь у меня по переду я завязала, пояс длиной 70 сантиметров, я подбирала натуральную замшу, перфорированную, вы можете делать различные варианты по желанию, можно готовый пояс разрезать мягкий и пришить в двух местах и застегнуть его, то есть тут может быть различные вариации, может быть и стрикотажа, как вам удобно, мне, учитывая то, что пояс из замши и проходит по спине, по голому телу, поэтому мне захотелось в этом месте, где он по спине проходит, скомбинировать внутренний участок, у меня трикотажный, а потом уже замша в петлю проходит, то есть там 50 сантиметров для меня участок из трикотажа, и петлю вы тоже должны смотреть по своей фигуре, потому что когда я зашила свой рукав и набросила это изделие на себя, приколола пояс вот к боку и разложила его по себе чуть-чуть ниже талии, то я увидела место расположения моей петли, потому что, опять же, зависит от подучасти трикотажа, от эластичности трикотажа, зависит от вашего объема груди, то есть если у вас грудь большая, соответственно, петля может подняться под грудь, то есть все это место расположения петли и этот разрез вы уже смотрите на себе, схема понятна, простая, ширина рукава тоже может быть уже, зауженный рукавчик, это уже, опять же, как вам нравится, у меня средняя ширина, то есть мне понравилось так, ну и, соответственно, с этой стороны возникла необходимость закрепки, чтобы мы спокойно могли поднимать руку и у нас эта вся часть не переползала, чтобы зафиксировать эту часть, не раскрывалась, не падала, это моя долевая, ткани 92 сантиметра понадобилась, минус подвороты, низа 3 сантиметра и припуск сантиметра на шов, то есть в готовом виде получается 88 сантиметров после обработки, а если, опять же, у вас большой размер, то вот в эту часть вы пропорционально добавляете, сколько вам нужно, и линия надреза тоже перемещается, в данном случае мы с вами все разобрали, ткань сюда подходит исключительно трикотаж эластичный, у меня однотонная расцветка, но будет красиво и полоса, и может быть даже какой-то купон интересный с одной стороны, меня заинтересовала в магазине ткани эксклюзивная ткань мисони, эта ткань имеет зигзагообразную полоску, будет очень оригинально смотреться в моей выкройке, то есть здесь красиво поиграет наша полоса, может быть купон, так чтобы по низу прошелся по рукаву и по низу изделия асимметричный, еще более подчеркнул мою асимметрию, вот различные варианты ткани могут иметь место быть, так, во всем разобрались, модель интересная, заслуживает внимания, заслуживает анализа серьезного и реализации в жизни, я уверена, что у вас все получится, дерзайте, вот моя чудесная блузочка, вот я еще покажу место, на распошивалке сошли на нет по боку, мой пояс пришит к краю, вот 5 сантиметров от линии стачивания рукава, обработана распошивалкой и сошли на нет, а потом это все вошло в оверлок, вот мой рукавчик, все выложилось, здесь опять же вы можете под себя, если вам хочется чуть-чуть выше поднять, ну и соответственно размер регулировать в эту сторону, добавлять со стороны рукава, все разобрали, все показала, такая классная, сочная, яркая блузочка, по краю может быть какой-то интересный рисунок, геометрия, полоса, хочется поиграться с этой блузкой в разных расцветках, дорогие друзья, мне очень приятно вас радовать своими модными обзорами, своими находочками, креативом, вот сегодня этот блузон для вас, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч на канале Мода с Владанной!